черт как то это было жестоко и да ребят всем привет с вами как всегда я дезертиры давненько нас на канале не было ничего страшненького я думаю стоит начать записывать хотя бы что-то новенькое давайте же посмотрим эту замечательную как по мне порисовки игру и я думаю многие уже видели вполне возможно ну я то ее не проходил и даже не знаю что здесь мотив будет и блин первая сцена это просто жесть я не понял кто кого чего так а вот на эту кнопку открывать отлично мы идем а мы даже бегать можем я понял так что объекты которые отличаются цветом можно активировать остальные как-то не работоспособны и так ладно бежим какие-то странные картины повсюду все что за вообще такое ощущение что-то тут мальчик чем-то но но то мужика похож по мото он и есть ну ладно я не знаю языка поэтому читать не буду думаю кто знает остановит почитает знаете похоже как из сказки красная шапочка да только дровосек охотится за красной шапочкой это еще чё за коршин так в общем я не понимаю в чем сути блин такое ощущение что мужик стоит волк это солдат блин чё это было кстати в этой игре и специальный режим для наушников и тогда звук становится прям трындец объемным поэтому не пугайтесь если я буду верещать маленькая девушка были зараза играю в полной темноте блин с огромными звуками очень сильными а тихо хорош падать это еще что 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 это кто-то кому-то что-то отрезал фарш через происходит ребят я пока не врубаюсь ладно так мы вышли из дома окей круто пока напоминает знаете чем-то как если кто помнит есть такая хорошая игра называется тук 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 и вот там примерно то же самое то есть ты сначала ходишь по дому потом можешь выйти вокруг дома прогуляться пока вот так вот видим мы занимаемся тем же самым ладно давайте кладбище прям вот у дома это сколько у него родственников было хотя здесь разные люди так ну судя по кладбищем делаю вывод что мы находимся примерно знаете 860-х они даже он 1878 в девяти в начале девятисотых мы находимся как я понял вот можно взаимодействовать с свинком нет ты все еще спишь ты же мне обещал что спустишься к завтраку ты в порядке ты выглядишь плохо прости просто я не я видел ужасный кошмар в нем ты была мертва это глупость со мной все хорошо к тому же ты обещал всегда заботься своей маленькой сестре это было еще когда мы были детьми это правда не так ли да почему день попытаться проснуться не буду ждать снаружи окей мы познакомились с нашей сестренкой как бы наверно ну ладно да мол что за зубы серьезно нет зубы да ok wake up стоп нам кто-то говорит wake up где странные какие-то звуки появились картины с черепом так приятно ходить по дому и смотреть на картину с черепом как-то опять здесь темновато не слишком я так понял что где чернее заштриховано там темно типа и что это за мужик с черепом причем тут бедный юрик ну ладно это я так понимаю наша сестра или кто это или это просто случайная девочка давайте попробуем сначала су суда спуститься наверно чит как-то медленно спускается друзья мои луне в темноту я не пойду темноту я не пойду хотя дальше там тоже темнота ну возможно это просто проход какой-то ну как знаете поворот куда-то все кстати завяло вот тут цветок какой-то или растение заколоченная дверь да я был прав это действительно просто проход кучи детских игрушек мишки солдатики пазлы различные все валяется о куклы круто ребят смотрите кучу кукол блин я вот знаете на самом я очень не люблю вот те именно куклы так что в этой стороне в стране у нас и да ладно короче походу у нас наш главный герой видимо остматик я так думаю потому что как-то как-то ему очень хреново когда он долго бегает ну либо просто слабо развит да ладно он только что ему голову отрубил на жесть он кстати посмотрите блин прикольный сделан такое ощущение что реально свет из окна классно мне нравится очень красиво на самом деле сделана игра несмотря на то что она черно-белая но чего зараза блин так ладно идем дальше наш герой прям совсем задыхается бедняга ну ладно кстати вот почему то есть картины золотые есть картины коричневые как это как-то связано интересно так манекены для шитья на окей то есть нашем доме кто-то шьет кто-то играет в игрушки и только наш герой задыхается куда бы мне пойти сюда не хочу суда потому что ты красные кровавые я туда не хочу так а вот как раз нам свечку дали друзья мои свечка смотрите блин слушайте классно свечка освещает реально наш путь все где темно там свечка все освещает класс плюс какой-то ветер и что боже мой зачем все оставили меня форсейкин забыли пыль по идее хотя я могу ошибаться это стойте тоже мы какого да только мы можем глядеть только на запись что вообще происходит ну ладно пойдемте обратно а я так понял сейчас будет весело да сука черт да хорош тебя ж нет сзади вау классно сзади там дождь в общем сестричка это была наша сестричка по моему насколько мне насколько я могу судить блин чтоб тебя надеюсь что она так больше делать не будет так а ну да нам нужно за топором идти ну или зачем-то типа гвоздодера чтобы открыть скорее всего те двери так интересного как нибудь изменилось вот здесь все 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 то же самое но нет вроде те же самые куклы некий какой-то еще странный звук был типа там окей ну вообще ладно на самом деле обстановка начинает нагнетаться то есть сама по себе уже такие странные звуки но в общем я думаю что нам нужен какой-то топор или гвоздодер или еще чуть в этом дыхе что проломиться через стену скорее всего находится в подвале что иного смысла зачем нам свечка я не вижу ну то есть мы зашли в подвал там было темно и если проход вперед это через вот этот пролом че и нам нужно организовать пролом в подвале как-то там непонятно на сердце похоже ну то есть если вот смотреть сердечко такое да я был прав здесь есть топор почему он блин окровавлен эти чувак не оставляя свечку черта на че погасло бежим отсюда чувак зачем ты это сделал ладно берем топор там блин так здесь опять опять зубы 53 зубы все то же самое так на теперь у нас есть оружие теперь можем кого-нибудь убить им правильно же можем же глаза нами темнеет все а ребят бежим джим чувак не ждут задыхаться твою мать пике бери придурок а ну ладно я понял что в тьму нам конечно нельзя но я понял что за нами кто-то идет ребят там прям цепи прям сзади там прям жестоко сильно дамажит там цепи там блин я не знаю мне геймпад еще трясется дверь вырубай прорубай мужик давай руби давай красавы еще руби еще руби давай давай быстрей все отлично спаслись блин и мы опять идем в темноту хрена не круто да ладно здесь светло наконец-то нормальный спаку сестренка зачем твою ж мать да зачем так делать черт блин что происходит мы походу реально жестко спим и дом кстати с каждым разом изменяется все хуже 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 вот смотрите уже блин облезло и везде стены паутина чейшему путешествуем знаете по времени то есть мы сейчас очень глубоко вперед убежали по времени то что наш герой не постарел дом становится все ужаснее мы ходим по примерно одним и тем же локациям но они изменяются стали какие-то он зашитые куклы просто лысый пресс пробитой головой куклы ухташ цветок какой-то оу жесть плата милая куколка какой-то детский крик сейчас был ладно мне эта игра не внушает особого доверия честно говоря какой-то шкаф естественно для чего он видимо для того чтобы прятаться не да здесь можно прятаться это посидеть в шкафу отдохнуть это как в метал гире в коробке можно было сидеть также здесь можно сидеть в шкафу понимаю если нам дали место где можно прятаться значит наш герой совсем никак не может отбиваться от своих проблем и скорее всего сейчас что-то будет я так думаю а нет смотреть ничего не было ну ладно пойдем дальше блин ну как же классно сделано вот реально вот вроде все одного цвета да то есть ну черный и белый всего два цвета но блин красиво же там еще одна кукла впереди оу ладно что моргну кукла не моргать так я почему-то блин мне вот реально не нравятся эти куклы знаете у американцев есть девочки которые собирают именно больших таких вот кукол они причем фарфоровые мне дико не нравится фарфоровые куклы я не знаю почему по-моему здесь что-то пропустил до детский плач какой-то какая-то еще одна странная кукла и завал так ну ребят насколько я понимаю она там вот вход в подвал насколько я понимаю мы слышим детский плач час и вообще в общем игра как-то странно потихоньку нагнетает обстановку но пока честно говоря ну как нет было пару бум моментов но не то чтобы прям совсем страшно ладно так все больше кукол блин это жуткий ребенок вот этот вот он жутко выглядит не знаю почему так но окей еще одна кукла которая сидит главное большинство кукол от нас отвернуты то есть они на нас не смотрят блин подумал что там девочка кукла в клетке какая-то странная картина на которой девочка дает коробку или держит просто коробку не знаю ну что у нас здесь ни черта у нас здесь нету как всегда все обои отодраны на вешалке висит какая-то простыня ну пока не стремно честно говоря опять нам шкаф дали непонятно зачем правда что это еще за младенец мать твою уф хорошо вали отсюда вали не ухать он иди отсюда падла бежим бежим блин вот увидеть в этой игре младенца я не ожидал честно сейчас слышали как какая-то девушка плачет принципе логично мы недавно видели повесившуюся сестру ну блин дождь младенец доставил конечно жесть куклы становятся все более страшными в плане страшные по повреждению да ладно продолжаем идти так установка все более разрушенного дома так ну здесь ничего окей опять шкаф это значит опять младенец что ли так не будем особо копить бег под копим два шкафа два младенца вообще ни одного младенца ну и ладно интересно младенцы могут за нами в комнаты например или проходы бежать становится кстати очень все больше и больше кукол я не знаю зачем они нужны но мы на них можем смотреть дарактивных объектов кстати в игре довольно мало это не очень круто но ладно в любом случае нас здесь ведут по истории так что у нас комнате они еще у нас комнате нету куча разных кукол становится темнее под свет из окна пробивается как это странная стена сзади твою мать бежим я так думал мать твою бежим открывай он ломится ребятам ломится куча кукол блин еще этот ломится по что там сзади ничего там просто куклы так чуть очень сильно плачет ребенок мне знаете они я тоже не люблю этот именно плач так не этот мостик мы прям совсем не нравится знаете медленно и аккуратно по нему пройдем по нему пройдем я думаю что Субтитры делал DimaTorzok